17 мгновений Анны Саликовой в галерее Art.el открылась персональная выставка запорожской художницы. С экспозицией знакомился наш корреспондент. Человек с двумя высшими образованиями юриста и экономиста решила изменить свою жизнь в сознательном возрасте. Пять лет назад, после посещения музея Сальвадора Дали в Каталонии, вдохновилась на создание собственных миров. О влиянии метро-сюрреализма напоминает только одна картина. А на этой, уже второй персональной выставке, зависимость между мужчиной и женщиной, сегодня Анна представляет свои впечатления и эмоции. Вот пустой стул, символ одиночества и в то же время собственной свободы. Эту картину видят перед собой как минимум раз в жизни каждый человек. Если он не умеет ценить то, что имеет, не ценит человека, который рядом находится, или просто настал момент расставания, обязательно человек хоть раз в жизни видит перед собой вот этот пустой стул. Это картина, которая, наверное, должна висеть в каждом доме. И когда на неё смотришь, ты должен понимать, что тебе надо для счастья просто оценить то, что ты имеешь в данный момент. И тогда тебе этот стул никогда не настигнет. А вообще в своих картинах автор избегает тёмной палитры. «Мой дождь», «Простое счастье», «Святки» и «Танец одуванчиков», «Отчаянный бандера», «Скубинская мамачоли» и «Летящий ветер», «Китаянка на лошади». Всё из жизни, оно как-то во мне аккумулируется, как-то хочется всё передать. Как-то они бывают всякие разные, бывают яркие. То есть впечатление, если оно яркое, оно вдруг вспыхнуло, то и работа яркая. А если оно такое долго-долго созревало, то работа уже такая более выдержанная получается. Для меня это совершенно неожиданно, потому что работа настолько разноплановая, разная тематика, разная техника исполнения работ, что, в общем-то, для меня это приятная неожиданность. Придя в живопись сравнительно недавно, Анна Саликова уже успела много. Её работы нашли своё место в музее семантического сюрреализма в частных коллекциях Италии и Канады. Впрочем, сама автор на достигнутом останавливаться не собирается. Уверена, впереди море свежих впечатлений, а значит и новых картин.